Привет, пушистый кот. Привет, привет, привет. Дрессман, любитель Дрессмана. Чё ты ходишь и мумуськаешь? Чё ты ходишь? Всё такое. Чё ты мурмнял? Чё-то возмущается. Только что. У нас в нашей деревеньке, значит, я смотрю, у кого-то появился щенок овчарки. Но они, ну, как бы я вижу его только тогда, когда возвращаюсь с работы где-то ночью тёмной. И никак не могла рассмотреть, кто же. А сейчас, значит, еду, идёт женщина, ну, знакомая, знаю. И вот с этим товарищем. А у него вот такие ухи. Эти ухи туда-сюда мотыляются. Когда овчарки маленькие, у них уши ещё не стоят. И они очень такие подвижные, мягкие, такие, как будто перчевые. Она идёт так, да-да-да-да-да, голову поворачивает, а эти уши опадают. Так приятно посмотреть на этих пушистых товарищей. И Фоксик меня спустился вниз туда, к нашему, так сказать, главному парадному входу. И сидит, значит, провожает меня. Так я проехала, лапка ему помахала, вернее, рукой. Вообще-таки неприятные эти самые. Надо вот за приятности цепляться. Надо, надо. Я не так давно, значит, смотрела какой-то шортик. И там, значит, даже не найду. Там, значит, Мамонов, Пётр. Ну, вы знаете, актёра, он музыкант, там, в общем, много всего. И он говорил, как-то рассказал такую историю, что... Эное количество времени тому назад, значит, он ехал... Ну, то есть ему надо было... Ну, пусть будет в Москву, да, или из Москвы, там, ещё куда-то. И он, значит, сидел в автобусе, перед ним плюхнулись два дембеля. Пьяные, орут, потерятся. Там, значит, бабы все такие, там все другие-другие. В общем, бабло, золото, бриллианты. Ну, в общем... И он пьяный, говорит. Я, говорит, подумала, думаю, боже мой, я в этом буду ехать два часа. А потом, говорит, я начал думать о них. Что вот росли они, росли эти мальчики, где-нибудь в деревне. Что они видели? Ну, там, кусей попасут, может, козу какую-то в лес сходят. Вот. Что видели? Пьянство видели в соседской или в своей собственной семье? Где учились? В школе. А сколько там классов было? А было ли там много классов? А какие у них учителя были? А какие примеры перед глазами были? Вот. И я, говорит, что-то начала вот так думать, думать, думать о них. Вот жизнь. Вот сейчас они вышли, как говорится, в люди, выехали. Вот это самое. И вот. Я вот начала вот так вот думать. И, говорит, как ни странно, я, говорит, спокойно и доехал до того, до пункта назначения. Да я так подумала, ну, действительно, как интересно. Вот. Не то, что он там молиться за них стал, или там проклинать, или как-то впадать в состояние раздражения, или еще что-то такое. А вот именно подумала, вот какая жизнь у них тяжелая была, или вот в таком духе. Я, значит, посмотрела этот ролик. Ну, что там, господи, минута. Ну и поехала. Поехала, значит, на работу, и с работы, и на работу, и с работы. А тут, значит, на днях такая ситуация. Я одна. И приехал целый автобус с бабушками и дедушками. Я это дело, как увидела, думаю, ну все, трынется. Что делать? Куда бежать? Кому сдаваться из этой серии? Потому что ты не знаешь, вот что они будут. Но в целом, как бы, замечено, что вот эти первые два покупателя, они определяют всю остальную, значит, вот, что будут покупать другие. Ну, в целом, это было кофе, мороженое, ну, может, что-то, ну, какие-то вот такие по мелочам. Но практически каждый купил мороженое. Либо обычное промышленное, либо вот этот софт-из, мягкое мороженое в стаканчике. И, а у нас же этот самый, есть два вида этих банковских терминалов. Там ты сверху на него прикладываешь, так, да, и он, значит, считывает информацию. А у нас, который прикладываешь слева. И он только тогда, там вот это устройство сделано, значит, оно слева, значит. И я каждому говорю, они их сверху кладут, я им говорю слева. Сверху кладут, я им говорю слева. Слева. Каждому. И потом, значит, дошло дело, ну, уже чувствую, что начинаю как-то вот раздражаться. Вот, блин, ну, как, ну, 10 человек слева, слева, слева. А потом вспоминаю Мамонова этого. И вот его историю о том, как он думал, как, вот, где они жили, вот эти мальчики. И я посмотрела на этого дедушку, думаю, да, действительно, дедушка, ручки у него такие прям артритные, высокие, худые, такой, не совсем ухоженные, думаю, может, бабушки нету, а может, там, может, уже сам остался, а может, жизнь его тяжелая была, а может, там, этот самый дровосеком был, там, я не знаю, там, рубил. Ну, видно, что мужик работал всю жизнь. И я вот что-то на вот этой волне дедушку обслужила, потом бабушку тоже обслужила. Думаю, вот бабушке хорошо, вот она с дедушкой сейчас, это самое, там, смотрю, дедушка кому-то своей бабушке, там, мороженку купил, там, просто какой-то дедушка, там, какой-то этот самый, там. И я вот что-то так, у меня вот этот момент раздражения, он просто куда-то испарился. И я уже на такой хорошей волне, их всех там, еще 40 раз сказала, слева. Еще спросила какие-то мороженки, ну, шо ж ты мой золотой, ну, тоже у тебя, наверное, жизнь тяжелая, GTX, Volkswagen, электромобиль, который впереди мне едет. Шо ж ты так медленно едешь, солнце-то мое? Наверное, не хочется ему ехать домой, жена, наверное, сварливая, или муж какой-нибудь неудачный попался. И вот он едет медленно и едет. И я, значит, вот с этим, вот это ощущение понимания их жизни, и вот так вот спокойно, значит, и да, это самое. Да, обслужила всех, и они поехали путешествовать дальше. Зайка моя, ты будешь останавливаться или как? В общем, вот такие новости. Так что, вот, нашла еще одно интересное, еще очень интересная вещь нашла. Пытаемся избежать раз этого сам, ну, что ж ты тормозишь, но здесь же не 50, ну, зайчик мой, ну заянька моя, заянь, заянь. Живели колесиками, так круть, круть, круть. И главное, не дает же объехать. забыла таблетки выпить так в основном утром просмешься как состояние полного нестояния и сразу вспоминаю что таблеточки а тут выпьешь сразу таблеточки вспоминаешь это самое птичкам отдадим надеюсь ему понравится у нас как всегда с приключениями мужик зашел хотел украсть кое-что из этих девайсов дорогих которые 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 для машины я увидела смотрю стоит мужик и так это красивенько так раз и в рюкзачок кладет какую-то голубую штучку у нас вот все эти девайсы для мобильного интернета для это сам они такой яркой упаковке либо белые либо голубые и вот он стоит это сам как бздынь ручкой тихонечко раз и в этот самый и в рюкзачок я сначала подумала может он будет платить а потом дают нет платить по моему он не собирается в общем я на него смотрю он увидел что я на него смотрю я говорю что вы делаете я вам по-английски что вы делаете ничего я говорю вы должны положить это на место а я ничего не делаю а потом понял что а я стою как раз вот у него получается с правой стороны булки паковала и потом мне осталось только да это самое картошка и картонные эти коробки приляпать я смотрю он так значит я говорю положите на место ты видела я говорю да а у нас же камеры везде ты видела я говорю да положите пожалуйста на место ну так не хотя вытащил положил такая штуковина как вот сейчас у меня держится камера на этой самой вот я говорю я вас попрошу покинуть бутик магазин и вот как бы иду на него он от меня в общем вышел я за ним думаю я хотя бы посмотрю куда он там это самое припарковался нет машин ух ты как мы все так красиво запарковались машин в общем то это самое машины нет я на улицу выскочила возле машины никакой не остановился дальше пошел а потом оказывается он еще в спар зашел и там вынес на несколько тысяч четверг 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 это не маленькая пятница это большая пятница вот как раз вот пятница это большой четверг сегодня так так много всего произошло этот товарищ который хотел там что-то прибрать крючка я потом посмотрела там 700 крон за девайс так вот вот потом оказывается или он был до того или был после того ну в общем он еще в спаре засветился там у волок целую большую такую корзину у нас у нас же корзинки не маленькие такие ну вернее маленькие есть ну взял такую большую корзину нахреначил туда и увез ее они его за это самое пытались найти не нашли вот потом какая-то тетенька сказала что вы знаете я была возле бензоколонки а вот он там тоже был его это самое ягет ягет блин как-то сейчас вспомню ягет это выгнали выдворили вот он значит ушел вот я единственное как бы не знаю то ли он сначала там был а потом к нам зашел то ли как-то вот у нас по времени не совпадает в общем сплошные приключения сплошные и главное пока начальника не было все было хорошо сейчас начальник появился наверно его негативные мысли поперли в массы и поэтому начало нас это самое накрывать медным тазом в общем народу сегодня было зашибись в четверг плюс вот эти приключениях хорошо что девочка со мной была девочка со мной была не знаю где он тут стоял в общем где-то тут пацан стоял вот он тут где-то где-то тут он стоял не знаю наверняка на машине был вот ну все маленькое селение они видно сделали такой марж-бросок но в бенприз не зашли его там очень мало людей было наверное во всяком случае когда я туда сбежала там было в общем мало людей как раз вот девушка из пары пыталась разобраться что там происходит вот в общем у нас веселуха у нас правда такое бывает не так часто но мне-то раз в полгода раз в год что-нибудь такое веселое происходит кстати осенью осенью точно прошлой осенью как раз вот выбили нам окно там где-то ролик есть выбили нам окно залезли не знаю что они там хотели украсть ну в общем как говорится немного то и украли можно сказать почти ничего не украли ну разбили окно дорогущие и сами покалечились кто-то там из них очень сильно порезался блин ну между нами девочками отмывать кровь это такая очень неприятно мало того что она ее трудно смыть плюс это огромное количество этого стекла плюс вот это все это собрать она хреново отмывается не знаю мы раза 3-4 мыли с разными средствами чтобы хотя бы ее как-то выдрать и запах запах вообще непередаваемый это у меня как раз первая смена была и народ народ попер в дырку значит а можно кофе а можно нам кофе можно нам кофе я говорю начальник давай мы сделаем термос кофе выставим пусть они удавятся ну по типу пусть пьют сколько хотят нет выдутся ну ладно я бы выставила меня хотя бы никто не это самое не дергал а кофе можно а что случилось а кофе можно а кофе можно вот ну в общем не знаю а не помню насколько мы там открылись но пока навели порядок убрали стекло убрали всю это кровь пока я приехала ну вернее полиция сначала приехала потом они там все все сняли все засняли все сделали переделали а мы уже потом выгребли весь этот мусор потом приехал товарищ ой, котик такой рыженький то ли лисичка, то ли котик приехал товарищ забил нам это стекло не стекло, а то место, где было стекло забил нам досками или панелями ну короче, чем-то там забил ой, жабка ты аж засранка, я бы могла наехать на тебя вот ну а сейчас, ну нам еще повезло как я его высмотрела вообще, думаю, смотрю, что-то мелькнуло голубеньким так раз и в рюкзачок положил думаю, ох ты моя зайка думаю, будет платить, а потом думаю нет, что-то как-то не похоже, чтобы он платить собирался, ой, еще одна жабка вот так вот здравствуйте, дорогие гости ну я вот я не знаю, почему вот это самое как-то вот вовремя меня вынесло я вот засунула булки в холодильник и вышла, думаю, сейчас я вот это самое, еще думаю собирать мне эти ну вернее, раскладывать мне эти там картонные коробки остались и так, чтобы чтобы их выкинуть надо их ну как, скажем так разорвать флат сделать флат флат это ну когда ты складываешь в одной плоскости блин, не помню и все вот такие вот дела да так что вот даже и не знаю выставлять эту информацию в открытый доступ или нет посмотрим посмотрим в общем, хорошо, что мы отделались легким испугом я вообще-то потом думаю блин, это ж надо было вот вообще как бы туда-сюда хрен меня куда-то понеснул я вся в таком этом ажиотаже побежали, побежали поскакали побежали, поскакали в общем, отделались мы легким испугом но я-то точно потому что мальчик, наверное, только ну как мальчик может лет сорок или около сорока ну такой очень пушистый мальчик ну главное ну мне кажется они просто вот выехали к нам у нас сделали такое форс-мажор надо бы еще узнать у знакомых вкупе может они и туда добежали что-нибудь вывезли но там как бы хрен что вывезешь потому что там у них вход и кассы практически возле входа стоят в спаре то кассы немножечко подальше вот вот такие вот у нас страсти страсти морда системы и да я вот .